Всем привет! Наконец-то мои руки дошли до ноутбука, и я смог записать данное видео. Что ж, год выдался довольно трудный, вероятно худший год в моей жизни, но давайте по порядку. Как вы уже поняли по предыдущему ролику, я в армии, точнее уже дослужил. И об этом я как раз таки хотел вам рассказать. В начале 2021 года я понял, что меня заберут, и решил сдать на права за счет государства. Я сдал на категорию БЦ, БЦ получилось бесплатно, а за Б-шку я доплатил всего-то 10 тысяч. Согласитесь, это не очень-то и дорого. В апреле мне уже дали повестку о том, что я пойду в армию, а точнее меня заберу туда в июне. Забавно то, что через несколько дней после этого меня вновь вызвали в военкомат и сказали, что меня забирают в армию в апреле. Я, конечно, такому удивился раскладу, но деваться было некуда. И после этого мне пришлось сразу почти проходить медкомиссию. Пояснение для тех, кто не знает, что такое медкомиссия. Медкомиссия – это мероприятие, на котором врачи заглядывают в каждое ваше отверстие. Да-да, в очко тоже смотрят. И если видимость плохая, то они светят туда фонариком. У меня даже сняли отпечатки пальцев. Складывалось такое ощущение, будто я не в армию иду, а в тюрягу сажусь. Ага, почувствую себя уголовником. Ну а после всей вот этой медкомиссии, естественно, заполняли анкету для личного дела. Анкету заполнял не я сам, а мужик какой-то. Он сидел напротив меня, задавал вопросы. Куришь? Нет. Пьёшь? Нет. Девушка есть? Нет. А была хоть? Была. Фух, я уж подумал, ты странный. Так что да, ребят, можете за меня порадоваться, тест на гея я сдал. К слову о геях. Я их только в армии встречал. И вот, мне осталось несколько дней до армии. Обидно, да? Чтобы вы понимали, армия это совсем другая среда. В армии многие вещи работают совсем по-другому. В армии вы с легкостью можете забыть о таких понятиях, как автономность и самостоятельность. Потому что там всегда будут командиры, которые за вами приглядывают. Я не знаю, какая, наверное, самая большая проблема в армии, но много проблем доставляли клептоманы. То есть, что бы ты никуда не положил, это обязательно исчезнет. Если ты за этим не будешь наблюдать. Что угодно. Зубная щетка, зубная паста, бритва, пена для бритья. Что угодно. Если вы что-то оставили без присмотра, оно исчезнет. Да, там есть такая тема, что надо по уставу раскладывать мыльно-рыльные принадлежности в тумбочке. Но даже несмотря на это, найдется какой-нибудь шалопай. И будет рыскать по вашей тумбочке, пока у вас нет, вы где-нибудь на рабочке или находитесь в наряде. Да, и еще проблема в армии в том, что там много дебилов. И проблема не в том, что эти дебилы там есть. А проблема в том, что ты от них никуда не можешь деться. Как сказал мой друг, который в армии уже не один год служит, армия это мужской коллектив. Тупой и беспощадный. Ладно, приступаем к самой истории. Итак, в апреле меня повезли в распределительный пункт. Это такое место, куда всех призывников со всего района, республики, с округа свозят в одно место. И туда проезжают за вами покупатели. Да, покупатели. Как будто вы не в армию приехали, а на аукцион рабов. Ну, хотя армия это и есть рабство по сути. Как только мы приехали в распределительный пункт, нам тут же начали делать тест на коронавирус. Затем мы опять проходили повторно медкомиссию, но уже без всяких раздеваний. Нас там быстренько осмотрели, подтвердили данные там по здоровью. И отправили в некое подобие казармы. Я не знаю, что это за комната, что это вообще за место. Это были не кровати. Это были огромные двуярусные шконки. Они были жесткие. Подушек не было, ничего не выдавали. Никаких простыней не одел, ничего. И вот где, по идее, должна лежать голова, на этом месте подъем. Я не знаю, как это угол такой. Раз лежит человек, два лежит человек. У них под головами вот этот угол. И они вот так вот спят. И над ними еще так же двое. И вот это все сплошняком метров на 10. И таких шконок было 4. Гадюшник, одним словом. Мне пришлось жить там дней 5. Благо, какие-то ребята рассказывали, что они там живут неделю, две недели. То есть, две недели в таких условиях. И это еще с учетом того, что нет душа. Ну, как нету? Солдаты, они этот душ приватизировали только для себя. Если кому-то очень надо было в душ, они продавали его. Два пакетика на свая купил, иди в душ. Две пачки сигарет купил, иди в душ. То есть, для меня невыгодная сделка. Мне на сваи сигареты не нужны. И из плохих условий еще стоит отметить. Туалеты. Туалеты просто очки. Просто дырки в полах. Они были ограждены с трех сторон. То есть, перед тобой ничего не было. Ни дверцы, ничего. А перед тобой еще ряд вот этих дырок. Если ты сел посрать, и пацан перед тобой тоже сел посрать, то мог завязаться неловкий диалог. Если говорить о питании, то оно было неплохим. Не сказать, что это было полноценное питание, потому что нам давали сухие пайки. Их там разогревали просто на пите в столовой. И выдавали нам. А как же я офигел с того масла? Нам выдавали какое-то шоколадное масло, оно было божественным. И пока я находился в распределительном пункте, мы просто жрали, спали. Я еще успевал книжку по масс-эффекту читать. Ходили на плац, самаршировать учились. Да и в принципе все. А на этом я свое повествование закончу. Благодарю, что посмотрели данный ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь и ждите следующего видео. Всем до встречи и пока!